Конкурс на 100 доната, а вот у нас и победитель! Проверяй свой счет, ну а если ты проиграл, это не проблема! Переходи в комментарии, пиши свой никнейм, сервер, на котором ты играешь, и слово «Я участвую», победителя я выберу в следующем ролике, а ролик уже завтра. Желаю тебе приятного просмотра! Хей! На связи Виталя Старка, это новая серия на проекте Black Rush, давайте наберем тысячу лайков, как минимум, чтобы вышла новая серия, потому что видосики каждый день, они вас радуют, и реально, если посмотреть, каждый день я снимаю ролик. Но сегодня я не один, по названию ролика вы уже, наверное, поняли. Сегодня, ну точнее не сегодня, а недавно, вчера, когда тебя забанят? Да, вчера где-то. Вот, вчера был забанен самый, можно так сказать, богатый игрок на проекте Black Rush, Леонид Литвиненко, можешь поздороваться. Всем привет, Виталий, привет! Вот, привет, привет. Со мной его сейчас нету в игре, потому что он заблокирован, и вместо него я поставил вот этот, точнее, где он, вон там, вертолет. Ребята, я надеюсь, вам этот ролик понравится, и ваши комментарии мы всегда прочитаем, посмотрим на ваше мнение, что мне интересно, вы сами прекрасно понимаете, что я сочитаю каждый комментарий, даже если их очень много, и это для меня очень круто. Ребята, уже резко, просто по щелчку началась зима, и вы видите уже зимнюю карту, а начало видео была летняя карта. Это вам пасхалочка, я же не любитель снимать обновы, а то сейчас пол ютуба. Ура, обнова, зимнее обновление вышло! Мы же не такие. Итак, ребят, как я говорил ранее, мы сегодня находимся здесь с Леонидом Литвиненко. Еще раз поздоровайся. Всем привет. Вот, Леонид Литвиненко играл на нашем Black сервере очень долгое время, считаясь открытие сервера Black, я его очень давно знаю. Как я познакомился с ним, что произошло? Короче, его забанили. Причину я сказать вам не могу, это знает узкий круг людей. И открывать какую-то причину я не буду. Вот, но, но, этот Леонид Литвиненко был, можно так и сказать, самым богатым игроком нашего проекта Black Russia. У него в сумме было около 10 миллиардов, да, примерно, вертов? 8, 8, и самые топовые безы, которые только могут быть. Технический центр, синемонтажка, АЗС в Егоровке, ну и транспортная компания. Я думаю, так, сейчас я скажу по поводу вертолета, ребят, сразу не переживайте, вертолет не наносит урона, так что я буду летать, стрелять, но никого убивать не буду. Итак, начнем с самого, наверное, интересного. Люди спросят вообще, как ты пришел на проект Black Russia? Так, с чего все начиналось? Получается, я каким-то образом, подписчики или не помню кто, написали, что вот есть мобильный проект Black Russia, попробуй, поиграй, может понравиться. Вот, я выбрал на тот момент рандомный сервак, их тогда было не так много, всего 9 или даже 8, вот, я пошел на грин. Поиграл неделю, и потом объявили новость, что вот открывается Black сервер, это, по-моему, было где-то в 27-х числах января или декабря. Точно помню, что вот накануне Нового года, скорее всего, декабря. Вот, и я понял, что вот с открытия нового сервера можно начать с чистого листа. Принцип игры я понимал, потому что я давно играю в GTA. Вот, и поэтому сразу же залетел на открытие, задонатил, понятное дело. Сколько, если не секрет, примерно? А на тот момент, кстати, донатить можно было не так много, как сейчас, и, по-моему, или 10 или 15 тысяч я закинул. Плюс еще тогда был один такой интересный способ, можно было покупать донат машины, они стоили на тот момент в два раза дешевле, если их покупать с ГОСа. И потом я их просто продавал, и таким образом я повысил свой донат. Вот, имея на счету около 30 лямов, может, чуть больше даже, я решил взять заправку, которая находилась возле охоты, и 24 на 7 напротив автошколы. На тот момент автошкола была еще Батырева. Ну, я сразу понял то, что, как бы, новички там бегают, все, значит, Финка будет хороший. И поначалу там даже до 3-х КК была Финка. Обалдеть. Затем... А, ну да, да, рассказываю, рассказываю. Затем, понятно дело, эти безы, это не самые лучшие, для того, чтобы получать хорошую прибыль. Но на тот момент еще не было такого доната, как сейчас, и можно было первым купить чип-тюнинг. И вот там где-то 2-3 недели даже никто и не ставил на него. Вот, это сейчас чип-тюнинг. Серьезно? А 2-3 недели он стоял на опционе? Да, да, тогда вообще особо никто со старта не донатил, ты мог купить вот эти бизнесы, там, только вот спустя месяц. Обалдеть. Вот, а те, кто покупали на тот момент 2-4 на 7 или какие-то такие АЗС, то они вот как раз за месяц оформили себе на транспортную компанию. А вот я решил взять, я продал АЗС, продал магазин 2-4 на 7 и купил себе чип-тюнинг. Вот поначалу я жалел, я думал, что... Сначала ты думал, что зря купил, да? Да, да, потому что я смотрел, что люди, которые вот как Гамбина, Карл Гамбина, я думаю, многие знают его, он как-то резко начал меня обгонять по бюджету, он себе купил транспортную компанию, по-моему, а у меня все еще не хватало денег, я тоже хотел купить ТК, вот, и как-то все медленно очень шло. Я занял у своих людей, которые у меня были в Фоме, я насчет Фомы чуть позже расскажу, 10 миллионов, и мне удалось там тоже открыть транспортную компанию, докупить машин, вот, и как бы уже вот на тот момент, это была пятая ТК по счету, вот она мне вытягивала прям вот хорошо. И весь основной баланс, который у меня был, он начался появляться только вот когда вышло обновление, добавили шиномонтажку, технический центр и стайлинг-центр. Вот, и чиптюнинг, который у меня был, он стал техническим центром. В первые дни там была хинка 150 лямов, 80 лямов. В общем, был счет со стороны разработчиков, либо просто никто не ожидал, что этот бизнес так стрельнет, и вот, грубо говоря, за один день я купил. Офигеть, я в шоке. Так, еще, да, мы не сказали, что у Леонида Литвиненко была на протяжении всего существования сервера ТОП-1 ФОМА. Каждую неделю семья Литва-Мафия занимала первое место, вот стабильное, и до сих пор занимает. Расскажи вообще, как ты решил создать семью, и как ты ее вывел в ТОП? Так, ну, я же на тот момент занимался этим деятельностью, начинал. На Блэке аудитории у меня не было, как таковой. Вот, приходилось как-то, ну, выпускать видео и потихонечку знакомиться с игроками. Меня начали быстро узнавать, потому что не так много людей снимали вообще. Тем более, если вспомнить 21 год, то качество видео, конечно, желало быть лучшим. Ну, качество и проект тоже другое было сама. Да, да, я до этого играл уже на проектах, на ПК-шных, вот это сам, и там уже, конечно, больше опыта у ребят. И получается, что создал ФОМУ, поначалу вижу, что, как бы, аудитория, она на мобильных проектах, это привязанная, она такая позитивная, и, как бы, ты можешь ничего такого и не делать, а зато получаешь фидбэк хороший, и это, как бы, не могло не радовать. Поэтому я решил вызвать ФОМУ на блоке сервере, принимал всех подряд, нет тут никакого, ну, постыдного, что ли, потому что, ну, все новички, никто играть не умеет, и я сразу понял, что тут нужно ребят учить играть. Если ты хочешь, чтобы твоя ФОМА была сильной, тебе нужно их обучать. Вот, тебе нужно потратить время, подготовить какой-то состав, заместителей, и, конечно же, их как-то мотивировать. У меня был хороший баланс, я сразу же покупал самые лучшие машины, всегда выдавал премии за активность, и старался следить за этим. С каждой новой победой, там добавили как раз вот обновление семей, за топ-1, я тебя сейчас перебью, вот потом видео посмотришь, прослезишься, тут твоя Литва-Мафия на контакт фигарит, меня, на вертолете. Давайте, пацаны, за Литва-Мафия. Вот, ну, как только мы начали занимать топ-1, это было почти сразу, вот как только появилось это обновление, мы постоянно покупали машины, и если у вас появляются слоты в семье, это уже большой успех. Чем больше машин, тем больше людей к вам будет вступать, тем легче будет вообще захваты проводить, конты тащить, потому что больше возможностей, вы можете расставлять машины в разных позициях, возле контейнеров, там, покупать определенный тип транспорта, чтобы вам было удобно это все делать. Вот, ну, на тот момент мало кто вообще понимал концепцию семейных контейнеров, кто-то там надеялся на то, что это просто, ну, очень многие приезжали и смотрят, и стоят такие, что это такое. Наверное, кто-то даже себя узнал. Так и получилось на протяжении вот двух лет, никому не отдавали топ-1, становились все сильнее и сильнее, и скорее всего из-за того, что вот самая хорошая Фома, где 100 машин, всяких ужасов, там, автопарк на 3 миллиарда. Все сюда шли. Ну, а вообще на самом деле можно, вот если вы, ребят, не боитесь, да, я вот Фому создавал, у меня было 300 или 400 подписчиков. Я просто сам начал снимать, общаться с людьми, то есть развить Фому можно такого уровня. Леня, я сейчас тебе планшет подставлю, своим пацанам что-нибудь скажу, узнают они тебе. Давай. Скажи что-нибудь. Ребят, сейчас Леня скажет, готовы услышать? Вы меня слышите? Пацаны, Литва на связи? Подожди, подожди. Рано еще. Слышат. Давай, говори. Литва-мафия на связи. Слышите, Леня? Привет вам передает. Я еще живой. Спасибо. Тебе говорят спасибо. Да разбаньте. Разбаньте. Так, как мы вообще, как я вообще познакомился с Леней? Ой, ё-моё. Ё-моё. Что произошло? Я могу в двух словах рассказать. Давай. Тащили конты, потом появилась Фома Старков. Они, ну, оказались каким-то образом в больнице. Может, мы помогли. Вот, я тоже в больнице, оказался, а потом на меня тут такой дяденька наехал, говорит, что вот, моя Фома неадекватов, еще чуть-чуть, и у меня там будет респа, все дела, я больше никогда не буду ездить на конты. Я такой думаю, кто это у нас тут такой смелый объявился? На тот момент-то я уже закрепился среди семей. А я такой, знаешь, появился такой, знаешь, ферзёк, ё-моё. Ну, короче, я начинаю оскорблять Лёню, там, пипец, словесная перепалка, и потом у меня еще домик был в этом, в этого маленький, деревянный, мы туда с ребятами поехали, а Лёня к нам на машину прыгнул на крышу и ехал, и пел песни. Ну, и, короче, мы так познакомились и друг друга добавили в друзьях, и вот до сих пор вот общаемся нормально, то есть на позитивной ноте, можно так сказать. Это лайфхак или туториал, как нужно было получить союз с Литвой Мафией. Да, 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 а то многие приезжали, давайте союз, давайте тащите. Ну, вот смотри, я так скажу, что абсолютно каждая Фома на Блэке, которая вот создавалась, особенно, все предлагали союз, вот прям вот все. но и многие в семье вот создавались, как ты говорил, я забыл опять, ежедневки? Хома, однодневки, я так назвал, которые всегда тебе что-то пытались доказать, типа, вот вы сейчас еще чуть-чуть и мы будем вас наказывать и так далее. А на следующий день они удалили семью. Как правило, через неделю их уже больше никто не видел. Да, да, да. Вот, Лёня, скажи сейчас, тебе обидно на самом деле вот расставаться с проектом BlackRush? Ну, если честно, как игрок. Смирился. Вот до блокировки своего аккаунта тебе нравился ли проект? Вот тебе нравилось? Конечно. Да, да, тут все считаю самое актуальное, все оформлено хорошо и как бы сама, ну, ты играешь, чувствую, что тут и оптимизация имеется. Хоть и мобильная игра, она такая, ну, она большая по размеру, если смотришь в другие мобильные игры, они там весят вообще совсем чуть-чуть. То есть, серьезно можно сказать, что BlackRush считает почти, ну, занимает топ-1 проект мобильной игры. Ну, по факту, да, это же и онлайн об этом говорит. Конечно. Так, еще хотел тебя спросить по поводу, по поводу, блин, летай, у меня все мозги прям в это. Был ли ты администратором на BlackServer? На BlackServer я не был админом, потому что у меня было большое имущество, Фома, и чтобы с этим не прощаться, я пошел на Indigo, и купил себе скин на BlackServer админа, и все. Я купил скин админа, и все. Да, на самом деле, я пошел на Indigo, тоже хотел попробовать, посмотреть, что за админка, поиграл немножечко, там, ну, несложно получить админку, достаточно написать заявление на агента поддержки, и через 2-3 недели, если вы выполняете норму, то можно встать на админку и как бы начать помогать игрокам. 5 месяцев я где-то поадминил, за главного, следящего за УПГ, ну, и потом меня сняли из-за того, что я в ТикТоке снимал до этого по барвихе какие-то видео, вот, хотя я не был нигде не на сотрудничестве, и вообще, эта ситуация, она уже была, ну, как тебе сказать, давнишняя, спустя 2-3 месяца только это заметили, потому что один админ, который там был на Индиго, он какой-то там был непонятный, всех сливал, и может, пожалуйста, я понял, слушай, а вот ты, когда был админом, ты параллельно уже находился и играл на Black сервере? Я, конечно, я же играл на Black и на Индиго, я вообще, ну, вот, если честно, я не понимаю, как можно играть за админ и за лидера популярной семьи, это, смотри, у меня было в приоритете это Фома все-таки, админка, она была на втором, на третьем месте, вот, но я, из-за того, что у меня имелся опыт администрирования, я до этого, ну, с 2014 года админи уже, админил, и как бы, мне несложно было, этот опыт передать, я там сразу все, я оформил все правила, как надо, я, ну, понимал, что тут как-то все очень плохо с ОПГ-организациями, никаких каптов нет, очень скучная система, вот, ну, ничего такого сложно, тут, что у нас есть, ВЧ, да, какие-то, ну, похиток никто не делает, там, РП, теракты тоже никто не делает, не знаю, можно это тут на Итубе говорить, ну, вот, поэтому, мы с тобой общаемся, ты как от лица игрока, рассказывай, что бы ты хотел, и я думаю, это будет очень хорошо. От лица игрока? Да. Я бы, я бы вообще посоветовал, ну, не стремиться к админке, потому что, как только вы станете админом, ваша игра, вы поймете, что лучше обычным игроком играть, в разы интереснее, как бы, я не пытаюсь кого-то агитировать, чтобы никто не становился на админке, я сам вот, сколько времени я админил, но просто, как-то вот, хочется, чтобы все-таки люди играли в удовольствие, не жалели потом о потраченном времени. Ну, вот, это, считай, ну, как, ну, двоякое, то есть, есть люди, которые реально, вот, настроены, да, помогать игрокам, помогать процессу, другим игрокам, чтобы им легче игралось, там, ловить читеров, вот, как-то занимаюсь, допустим, я, но, опять же, у меня иногда пробегает мысля, насчет того, чтобы опять вернуться в РП процесс, находиться своей Фомой, кататься колоннами, делать какой-то движ, потому что это реально бомбически, реально бомбически, ну, и, само собой, на админах тоже лежит большая ответственность, поэтому они тоже красавчики, то есть, не каждый, не каждый сможет быть администратором, но это верно. Определенно, Вот. Так, в принципе, что сознание, а, сколько у тебя в Фоме, вообще машин осталось? У меня в Фоме, вот, я точно не смогу сказать, потому что убрали уже вот этот список, как раньше был, вот, все там размешано, короче, где-то на момент блокировки, 96 машин, это в основном Урусы, самая имбовая машина, которая есть, это Урус, вы можете ездить и по полям, и скорость, она такая хорошая, вот, ну, и Кадиллаки, понятное дело, чтобы конты тащить, получаются те, кто активно, вот, играл на водолазе, например, или в транспортной компании, каждый день работал, прямо вот по 10 часов, только таким образом, они вот могли купить бизнес, который уже, ну, на сервере, который уже какое-то время функционирует, вот, а так, в основном, люди, которые только донатят. Ну, понятно, но все равно, то есть, самые такие, которые трудяги, они могут все-таки заработать, да, как бы, вот, кто прямо сидит, каждый день, у тех есть возможность покупать бизнесы. Главное, есть желание, ну, и само собой, адекватность, смотря, как вы коммуницируете с игроками другими, чтобы у вас было общение, чтобы от вас не отвергались другие люди, у вас все обязательно получится. Ребят, очень долгое видео, я думаю, что наш разговор с Леней на этом заканчивается, потому что мы его должны поблагодарить за уделенное нам время. Если честно, это съемки второй день, первый раз у нас не получилось снять, съемка просто прервалась, и видео у нас прекратилось. Пришлось снимать уже зимой. Понятно, предыдущий ролик начало летом, а конец уже зимой.